Слава Господу! 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 Вчера я говорил, который захотел, он был молитвенником, и он захотел принести ковчег в Дом Божий, поставить его в своем городе. Он захотел помолиться. Он собрал 30 тысяч отборных мужей, священников, левитов, собрал музыкальные орудия, и они играют, пеют. Он сделал хорошую повозку, новую повозку, валов хороший туда запряг, Мерседес современный, хорошая машина, повозка, и все ей поставили ковчег на повозку, священники рядом, народ играет, музыка. Все танцуют, 30 тысяч людей, представляете, толпа такая идет, сон такой, поющий, играющий, восклицающий. Оза решил поддержать, повозка наклонилась, и вдруг Оза замертва. Вся эта такая праздничная процессия кончилась смертью. Священник лежит, Оза, что он? Да я хотел поддержать его. Давид остановился в процессе. Комендару отнесли ковчег. Давид пришел, за Богом схватился. Мы же хорошее дело делаем. А почему смертью все кончилось? Почему смертью все кончилось? Давиду пришлось где-то больше двух месяцев обдумывать это. Почему произошло? Я же старался, я от души хотел. Давид заперся в храме у себя, в доме. Он открыл закон Божий. Я хочу заглядывать туда. Он позвал священников. Что мы сделали неправильно? Что мы сделали неправильно? Нужно Божье руководство. И когда они читали, они нашли, что ни на какой машине они не должны везти ковчегу. У Бога есть проект. И этот проект говорит о Христе. На плечах его должны наслить, и на шестах, а не на машине возить. Давид понял. Он опять собрал, через три месяца он опять собрал эту же толпу. Он собрал людей, музыкантов. Опять этот сон мужей носит. Но теперь они выбросили современную машину. Они поставили шесты в ковчег Господний. Священники взяли его на плеча. Шестая глава числа. Описывается, как распределялись машины в то время в церквах, в служениях. Там у них был тоже транспорт. Шестая глава числа. Она откроет. По указанию Господь на останавливались. По указанию говорит. И сказал Господь Моисею, говоря. Объяви сыном Израилем и скажи ему. Если мужчина решится дать. Нет, не это. Чисто ты открыл. Чисто шестая глава. Нет. Там сказано. Представят пусть по повозкам. Не помню. Я своими словами скажу. Какое место. Это прохождение. Возрастное. Прохождение. Там написано. Они должны представить по повозке. Две повозки сыном Герсоновым. Четыре повозки тем. А ковчег должны носить на плечах. Седьмая. Седьмая глава. Третий стих. Третий стих. Седьмая глава. Третий стих. И представили приношение свое пред Господа. Шесть скрытых повозок и двенадцать валов. По одной повозке от двух начальников. И по одному валу от каждого из представителей. Представили себе предскинию. Ствертый стих. И сказал Господь Моисею, говоря. Возьми от них это. Будет для отправления работ предскини и самами. И отдай это левитам, смотря по роду службы их. Шестой стих. И взял Моисей повозки и валов. И отдал их левитам. Две повозки и четыре вала отдал сынам Герсоновым. По роду службы их. И четыре повозки и восемь валов отдал сынам Миралевым. По роду служб их. По надзорам и Фомара сына Аронова священника. Девятый стих. А сынам Каяфовым не дал. Потому что служба их носить святилища на плечах. И они должны носить. Чуды. Суды. Машины распределялись правильно. Это машины в том доме. Выставьте тут масло. Рисуется там бык такой. Два быка и повозки. Там был самый лучший транспорт. И вот они. Одни должны ездить, а другие должны на плечах на себя. И попробуйте нарушить. Могут судиться с вами. Оза умер. Это было страхом для всех там священников. И вот Давид опять идет в сон. А теперь совсем. Это же те же люди идут. Шесть шагов жертва. Шесть шагов кровь проливается. Шесть шагов кровь проливается. Шесть шагов священники несут на плечах теперь. Мерседес убрали. Не нужно нам так. Выполняйте то, что Бог сказал вам. Несите на плечах. Бог не ошибся, когда сказал, носите на плечах. Вы хотите помочь Богу? Вы умрете за это. Подчиняйтесь Богу. Вся суть сегодня подчинится. За что евреи погибли? В пустыне. От двадцати лет и выше. Почему они погибли? Кто назовет причину первую? Бог говорит. Что? Неверие. Неверие. И второе? Непослушание. Трех условий. Неверие и непослушание. Они рядом. Я не верю, я не слушаюсь. Я не верю, я не слушаюсь. Бог требует подчиненности. Он говорит за Моисея. Моисей был верен в доме моем во всем. Он был верен во всем. Это водительство Духа. Бог учил евреев, как ходить за Духом. В Новом Завете. Римлянам 8 глава 13 стих. Почували. Почували. Открывай. Быстро. Тестайте. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом вы мешаете в плоти, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей. Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей. Вы понимаете, что значит быть водимым Духом? Сегодня говорят. Бог мне сказал. А что он тебе сказал? А кто из людей в церкви слышал это? Да никто. Я сам слышал. Я сам себе пророчил. Я сам себе истолковал. И сам уехал. Черным? Сыны. Казача. Сыны. Узбекчан. Черным. Понимаете, да? Сыны многие. Брат мне говорит. У меня восемь пророчеств есть. Я должен ехать. Я говорю, а почему ты молчал? Ты же сказал. Мне Бог сказал здесь жить. А теперь ты дом будешь продавать. Ты умнее что ли? Бог не меняет быстро свои решения. Бог не меняет быстро свои решения. Он приехал. Бог меня из Москвы послал в Ташкент служить. Два года. Проходит. Бог мне сказал вернуться в Москву. Тут маленькая зарплата. Тебе Бог сказал? Да. Я четко знаю. Это внутри себя знаю. Отступник. Бросил жену. Женился на другой. Паста. Отлученный от церкви. Болтается. Нашел. В церкви не нашел. Пятидесятников. Нашел неверство себе. Молодую женщину. Нашел. В баптистской церкви. Баптист его сказал. Мы тебя принимаем. И все. Мы решили вопросы. Человек скид растет. Потому что Бог не говорил ему. Я не посылал его. У него было еще что-то. Я не хочу сейчас даже говорить. Но он приехал. Он берет слова Божьи. Уста свои. И говорит. Мне Бог сказал. Я знаю три источника. Из которых вы можете получать слово. Первый источник. Кто может сказать? Библия. А? Библия. Слово Божье. Это источник. Я хочу сказать. Мы можем получать слово из своего духа. Мы можем получать слово из Божьего Духа Святого. Мы можем получать слово из Духа Врага. Бесовского Духа. Всего три источника. Наш человеческий Дух. Божий Дух. И Дух Врага. Дьявол. И Близ. Сатана. Три источника. Как вы распределяете его? Как вы отделяете его? Когда ваш Бог говорит. А когда он Божий говорит? Как вы отделяете его? Как вы находите его? Где Бог проговорил? А где это ваши иллюзии? Или ваши мечты, сердца? Как вы их находите? Бог говорит. Я не посылал их. а не пророчества. Я не говорил им, а они говорят моего единия. Мы должны быть очень аккуратны, когда мы говорим, Бог мне сказал, Бог мне дал. Все, Вадимы, Духом Божьим суть Сыны Божьей. Сыны Божьи это послушные Богу. Если я говорю, Бог мой Господь или Иисус Господь и не делаю то, что Он говорит, я говорю, будь проклятый Иисус. То, что Вадим говорил первым. Когда я говорю, что Иисус мой Господь, а не делаю то, что Он сказал, тогда я говорю этими словами. Никто не произнесет анафемы, проклятия на Христа. То есть это звучит так, будь проклятый Иисус. Я все равно по-своему сделаю. Павел говорит, я получил видение, и я не воспротивился ему. Он научился покоряться видению, которое Бог дал ему. Я не воспротивился видению. Бог мне дал видение. Я руководствуюсь то, что Бог проговорил ко мне. Все говорят, у нас вернейшее пророческое слово Библии. Сегодня все так говорят. Но брат говорил за откровение, когда Бог дает на этот день, на этот час, на эту минуту. Он не может дать тебе все сразу. Ну, есть что-то, что Бог выделил на сегодня. Все Божье, слово Божье. Да, мы все согласны. Но что сегодня нужно? А я не знаю, что сегодня нужно. Проведи время пред Бога. Молись и ищи ответов. Он говорит, мы не ходим безвластными донами. Бог говорит через свою церковь. Дары. Они должны действовать в теле. Как мы можем пользоваться данными? У кого-то есть видение, у кого-то есть пророчество, у кого-то есть салон. Мы учим церкви. Братья и сестры, если у вас есть пророческое слово, пожалуйста, запишите его на листочках. У вас есть пастора, есть декана, служители, ответственные в церкви, а у них есть служение. У кого-то есть дар, а у кого-то есть служение. Отдайте тем, которые служат церкви, они ответственны, принять этот дар и посидеть, и помолиться Хрису. И отсеять. Что от человеческих мыслей? Что от человеческой гордости? Что от человеческого Я? Что от Духа Святого? Увидение от видения. Мне снилось, мне снилось, пророки ваши говорят. А Бог говорит, я не давал им ничего. А они говорят, мне снилось, мне снилось. Как различить? Для этого Бог поставил служителей в церкви. Для этого у вас есть братья, для этого у вас есть другие братья, которые в ответственности, они должны принять это. Такой простой пример. Почему вы не должны говорить иногда при всех? Не оскорбляйте Святого Духа, которому вы запечатлены в ней искупление. Как мы оскорбляем? Простой пример. Сестра Нинамар встает у нас. Хорошая сестричка. Я видел видение. По-узбецки говорят. Я видел видение. И я видел ее сестру, Валю. И вот она в такой нарядке блудницы. Валя вскакивает. От тебя только сатана может говорить. Я не принимаю такого видения. И шумира пошла. Одни заминовали, одни завалили. Мы не признаем этого видения. Оскорбляется Дух Святой. Дар был, но он неправильно использован. Пророчество уничижено. Видение. Дар унижен. Дух Святой предстоит действовать. Оскорбляется Дух Святого. Чтобы такого не происходило, Бог говорит служителям, будьте мудры. Пусть запишут. Не можешь записать? Отзови Панка, служителя, осталья скажу, Того, Которого вы знаете, что Бог поставил вас в церкви. Вы не имеете права идти, говорит сестре, меня Бог показал тебя вот в таком виде. передайте это пастору. А пастор пусть говорит. И пастор зовет сестру Варю и говорит, был удар в теле Христа. Она говорит, через кого? Был удар в теле Христа. Не твое дело, через кого? Бог говорит, под это. У тебя есть это? Да. Господи, помилуй, Господи, прости. Все правильно. Но если она узнает, что через миноварь, она никогда не приедет. Вы поняли, о чем я говорю? Это у нас в третий произошло. Она никогда не приедет. Аминова открыта для Духа Святого. Но через пастора она приняла. Она приняла, покаялась и была спасена душа. Бог поддержал ее. Бог спасает. Это и называется. Не оскорбляйте Святого Духа, которому вы запечатлены в день искупления. Один раз, два так сделали, все умолкали. Бог не будет говорить, чтобы люди смеялись или оскорбляли друг друга, или обижались, потому что Он говорит к наставлению, к утешению, к исправлению. Это Божьи дары. Хула надо. Даже слова, если вы скажете на Христа, простятся. Но хула на Духа Святого не простится ни в всем веке, ни в будущем. Мы хотим быть в Вадимове Духа. Мы должны научиться подчиняться им. Подчиняться определенным правилам. Для этого Бог дает ставить служителей. И не думайте, что «Брат Игорь, ну что он такой? Бог спасает. Он такой же, как и мы все. Да еще, я знаю вообще, его по молодости знаю. О это. И что, он собраетесь, что ли? Вы оскорбляйте Духа Святого». Бог поставил его. И Бог дает слово мудрости служителям. Слово знания, откровения, пророческое слово. Вы не думайте, что если я сейчас не стою и не пророчествую, хотя, например, сила Иуда, они были пророками, Иуст, они были пророком, Варнава, и они могли прийти и обидным словом сдать наставление церкви. Они делали это. Это нормальные вещи. Это нормальные вещи. У вас есть дары в церкви. И Бог может вас использовать. Но если вы начнете, все знают, кроме пастора, это уже проблема. У нее, видела, сур, полцеркви уже знают, только пастора не знают. А она уже про все знает. Вы оскорбляете Святого Духа. Вы говорите, что жертва Христа недостойна уважения. Вы создаете конфликт в церкви. Вы разрушаете тело Христова. Вы не останетесь без наказания. Оттого многие не мощны и больны, потому что не рассуждают о теле Господнем. Они думают только о Своем авторитете. Они думают, все люди знают меня и пьяются. У меня дарм. Все кончится. Очень быстро кончится для тебя. Я говорю по порядке, который существует. Если есть пророческое слово в церкви, обычно не смотрим. У нас есть те, которые Бог избрал уже. И многие знают через эту сестру или через эту обратно Бог говорит обнименное слово. Они ведут безупречный образ жизни. Будьте святы, потому что я свят. Бог не будет наливать свое в грязные сосуды. Ведите порядочную, целомудренную жизнь. Если Бог использует вас в дорогах Духа Святого, не давайте повода ищущим повода. в согласно ищущим в согласно. Конечно, кого из пророков не гнавлялся вашим, Иисус говорит. Кого они не убили, потом памятники им ставили, а с пирогом бывает их. Это трудное служение. Но в Соблах Христе все возможно. И вас могут принять. Бог не дал дары для того, чтобы было какое-то заветное время. Бог сдал мне так пророчество одна сестричка в одной церкви. Бог дал ей пророчество и дьявол тут же ее поймал, потому что она не была привязана к церкви, как к телу. Он ей сказал, посмотри, что написано. Пророк сидел там, ему приносили кукурузу, хлеб, мясо и все нормально. И она усела с дома и приходите ко мне, вы вам всем пророчествовать. вы понимаете, что я делаю туда? То есть дьявол оторвал ее от церкви, от тела. Она сидит дома пророчества, все мимо церкви, мимо пастора, и туда забегает, ехать мне в Ермоливе не ехать. Но надо сразу пророчествовать, едьте, поэтому и десятину, которую вы будете там отделять, высылаете ко мне. Я пророчествую, едьте, Бог благословит вас все. Они едут. Они едут, потому что она заняла позицию пророка как служение. Это не дает Бог. Вне тела человек умирает, и вне тела человека. Отришьте палец, и он умрет. Ну, может, поживет один день, потом почернеет и кончится. там нет кровотока, он вне тела, там нет очищающего действия крови, освящающего действия нет, и умрет. Вы не можете иметь дар и возгордиться, если над ними надо на уши и о глаз сегодня. Я иногда привожу пример. Один член церкви так молился, чтобы Бог сделал его глазами. и Господи, дай мне видеть. Я иногда привожу, говорю, однажды мизинец на ноге молился, чтобы Бог сделал его глазами. И Бог по настойчивости ему дал боеглазам. И всю оставшуюся жизнь этот мизинец рассматривал внутреннюю часть носка. и боялся, что кто-нибудь наступит на него и раздавит этот глаз. Потому что он не в том месте находится. Божье призвание, оно для всех детей. Но Дух разделяет, как написано дальше, как ему угодно. Вы понимаете? То, что Бог сказал, просите, а разделять он будет как ему угодно. и вы должны пойти радоваться тому, где Бог вас поместил. Он разделил члены в теле так, как он хотел. Это его право. И глаз не может сказать руке, ты мне не надо. И ухо не может сказать, ноги, вы нам не нужны. Мы все вместе составляем тело. И у кого-то есть псалом, у кого-то есть слово, у кого-то есть пророчество, и это тело Христово. И он устраняет нас в жилище Своем Духом Святым. Итак, водительство Духа важно, как в это заветние времена, так оно важно сегодня. И если евреи ходили за облаком, ученики ходили за Иисусом, то сегодня он нам сказал ходить за Духом Святым. И сегодня произошла некая подмена. Некоторые думают, что водительство это чтение Библии. Водительство Духа это практическая жизнь христианина в этом мире. Водительство это прямое руководство Духа Святого внутри тебя. В Библии что-то сказано. Ты можешь это все смирять, но это должно происходить внутри тебя. Ты должен слышать голос, овцы мои знают голос, пастыря своего за чужим не идут, они знают, они учатся, овцы плодоносят, не пастыр рождает души, а овечки. Если овечка не рождает, что с ней делает? На мяшек, да? Все думают, пастыр теперь должен бегать по всему городу и проповедовать о Христе. Нет, нет, овечки должны рождать овечек, а пастыр должен кормить. Что, нет? Но некоторые думают, у них, раз они спасены, они могут приходить в церковь, руки в карманы, сесть, так, хорошо, послу, воскресный пробовать, такая была чудесная, аллилуйя, Бог так сказал. И через неделю я начинаю выжиться, вспомнить, а что же было на том воскресении? Вроде бы хорошее множество, а что? Все украдено, как при дороге упало, как матернистая почва упала, и ничего не знают люди. Но дело в том, что у вас, у каждого, каждому дано проявление духа на пользу. Загляньте в себя, какую пользу я сегодня имею, какую пользу я сегодня имею. Что делает Дух Святой со мною и во мне? Со мною и во мне. Я должен вот это, смотря сюда, смотреть предсюда. Чтобы не быть обманутым, я должен ориентироваться на Библию. Это, поэтому мы говорим, пять средств благодати. Мы повторяем это, потому что я хочу, чтобы все запомнили это. Это должно стать образом жизни. Иначе вы загрудитесь, как хитростью Сатана повестил Еву, что вы в вашем уме не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Что такое простота? Я открываю, я освобождаюсь от всего, я исповедую, я сразу говорю, у меня вот такие мысли пришли, братья и сестры, все сразу раз-назраться поправили. При множестве советов дело состоится. Не должна ставить в известность, брат Игорь, я ставлю тебя в известность. Так мой отец однажды поставил меня. У меня папа был, сейчас его я уже 84 года, он был ответственным служителем Янгелина. Он хороший служитель был, в городе Янгелина. Он сказал, сынок, я уезжаю в Америку. Все дети уехали, я уезжаю. Я говорю, я здесь. Ну, понимаешь, дочери. Я говорю, папа, ты служитель, ты не можешь бросить и уехать. Ты не можешь. Тебя Бог поставил здесь. Я был в одной церкви в Банкувере. Там два Банкувера есть. Там 64 пресс-питера в церкви. Они в очереди стоят, чтобы проповедовали. И две скамейки епископов. Меня увидели. Ой, брат Сергей, вот. Восемь виситарайся. Я не приехал сюда жить. Я пришел вам сказать слово от Бога. Вы тут в очередь садите, приезжайте к нам, я без очереди вас пошлю. В такие местах, где не надо в очередь стоять. Каждый день проповедовали. И в очереди надо стоять. Вы в очередь стоите. Я приехал сказать вам слово. Мне ваших денег не нужно, ничего не нужно. Но Бог мне дал слово. Я буду говорить к вам. Я говорил так. Либо мы тебя пожертвуем. Не надо мне ничего. не думайте, что я буду вас гладить по головке. Отец мой уехал. Я за детьми. говорю дети сбежали от тебя, а ты бежишь за ними. Они уже давно самостоятельности хотят, а ты бегаешь за ними. Это любимая дочь ведь. Каждая из них мужа имеет любимого там. Ты там будешь только мешать. Сиди здесь дядь в служение. Он уехал. Я десять лет с ним не разговаривал. Вообще я не пошел провожать. Он уехал, все плакали. И вообще десять лет ни слова, ни полслова не звонили. Я вообще не разговаривал. Почему? Ты не можешь просто так оставлять великий дар, который Бог дал тебе служить в теле Христовом. За это заплачена дорогая цена. Ты не можешь просто там без откровения слышали, а стали мы так решили, мы так подумали, мы так свесили, мы так сопоставили. Ты можешь нарваться на что? Ты можешь попасть под суды Божьей. Детство в нашей церкви кончилось. Запомните, время пришло отвечать за поступки и за дела, которые Бог верил нам делать, где мы отвергли его дело и делаем свои дела, устраиваем свое, а не Божье. Он дал нам слово, брат, прочитал, всегда преуспевайте в деле Господнем, не в своем, а в Господнем. А ты знаешь, какое дело Господне? что Бог доверил тебе? Он доверил тебе и увел тебя в свой план, в свое намерение. Ты выскользнул, все потерял. Отец никогда не стал служителем. Он здесь принимали, там два раза дали проповедь, хохлы горласты, а он пока прочитает, пока полистает, все вытворили его, там такие все умные, слово Аллилуйя, они все знают, они там всех кают, все сбежали со своего места, все служители. Никакого благословения. Ну, мы хоть деньгами будем помогать, вы хоть это делаете, хорошо, давайте, я согласен. Вы понимаете, чем это будет? Мы в теле Христа. Оторвать один член. Если Бог, например, делал свою работу и говорит, церковь, выбирает церковь, помазает служить, помазание дается на служение. Где она дается? По местной церкви. По местной церкви это тело Христа. Бог стоит кого-то на служении, Он делает его глазами для церкви. Представьте, глаз захотел уехать или убить его. Церковь остается одноглазой, да? Ставьте, член тела начинает хватит мне тут устало. Как одна сестра сказала, говорит, я 8 лет служила Господу, хочешь, для себя пожил. Умница. Я же давно устраиваю свою судьбу, исчезла с церкви, все, нет. я не одному говорила, я правду сказал. Да? 8 лет я служил, теперь я хоть для себя пожил. Нет, если ушелся, умер, никому не нужны. Мы соприкоснулись с действием Духа Святого, когда Бог умер, сразу двух служителей нас, Марыпа и Гапара, один казах, один узбек. Бог мне сказал, пойди скажи сделайте завещание дому своему, вы умрете. Я пришел, мне было трудно это сделать. Я приехал к Марыпу, я сказал Марыпу, сделай завещание дому своему, ты умрешь. Он рассмеялся мне в лицо. Он здоровый, 40 лет мужчина крепкий. Марыпу, пошли на собрание. Хорошо, я свободен, я поеду к вам на собрание. Мы приехали, я захватил на машине, это 70 километров Ташкент, привез его домой, накормили, садитесь, завтра будет собрание воскресное. Он ночью начал ударить. Здоровый мужик. Я его утром довез, но еще умрет у меня дома. Он понял уже, когда я ездил назад, он понял, что Бог не шутит. могло в больницу везти? Мы не довезли его до больницы. Мы отвезли его домой. Я сказал, Марик, он остановился возле кладбища. Тут у меня мама похоронена. Он здоровый, он встался, он вышел, посмотрел на могилку своей матери, говорит, вези меня домой. Я говорю, может, к врачам тебя отвезти? Я не хочу. Привез домой, я ему сказал, давайте я помолюсь. И вдруг его исказилось лицо, он весь скрылся, и он начал кричать, никогда, ни за что, нет, нет, и умер. Никто ничего не успел, здоровый мужчина. Я приехал ко второму, он уже знает, что молитву, они вдвоем постали против Духа Святого. Как только я приехал в этот дом, у него 11 братьев, он 12, одни мужчины в доме, все казахи, крепкие ребят, они схватили меня, они держали меня, они сказали, если умрет наш брат, ты умрешь тоже. Я молился Богу, они приставили нож, горднули, у меня порода побольше, он подрезал и быстрее, чтобы не схватили еще раз. Сейчас уже можно схватить, но все равно так не схватишь. Тогда побольше ноги схватили. До 12 ночи с 6 вечера я усердно молился. Приставили нож, милку, горло, ты умрешь, ты сманил нашего брата, он мусульманин, он сменил свою религию на твою религию, и за это ты умрешь. Ты разрушил его жизнь, ему здоровый мужчина лежит умирает на кровати. Я молился, поразорел, ему стало лучше, а я думал, господи, как вы меня отпустили, что я удрал бы стоя оттуда. Но ему сказал, ты умрешь. Наклонился ему, а так как он поразорел, стало ему хорошо, они меня отпустили. Я перетресся, не думайте, что я не боюсь, я боюсь, и не думайте, что легко объявлять людям, что ты умрешь. Я отъехал, на второй день он умер, его похоронили. Послушайте церкви. Есть время и возраст, когда ты можешь ха-ха-ха делать, хи-хи-хи, когда ты Бог не сказал, Бог мне не сказал, но приходит время, когда ты должен будешь отвечать, если Бог тебе поручил. Я понимаю, почему люди сегодня не хотят слышать Бога? Потому что это не будет входить в их немысли. У них другое мышление. Они поэтому затыкают уши свои, на ушки как они слушают музыку, ля-ля-ля, т-та-та-та-та-та-та-та, чтобы не услышать Бога. Чтобы не выполнять то, что он скажет. Но приходит время, вы растете, вы растете уже, вы будете отвечать за свои поступки. Когда мы маленькие, Бог покрывает, Бог прощает, Бог милый, но приходит время, Он И если он дает задание, он не будет советоваться с вами, как сказать. Он скажет, иди и скажи вот так. И это будет чего-то стоить. Бог говорит пророку, выйди на улицу, подойди к другому пророку и скажи, бей меня. Пророк услышал это слово, вышел. Подошел к другому пророку, бей меня. А он говорит, в нашей церкви так не учат. За то, что ты не выполнил слово Божье, лев убьет тебя. Понял? Ты вернулся к другому, говорит, бей меня. Ну тут молодец. Отоваривал его хорошенечко. Он избитый пошел. Он выполнил волю Божью. Это не вкладывается в ваши мысли. Мои мысли не ваши мысли. И мои пути не ваши пути, говорит Господь. Если ты не покорный, ты как раз здесь попадешься. Потому что это не будет входить. Нас так не учили. Мы так не должны делать. В Библии написано, бейся Царствие Божие не наследуют. Бог знает, что написано там. В Библии. Он написал. И поэтому он говорит тебе, иди выполни то, что он сказал тебе. И неси ответственность. И если не понесешь ответственность, посмотрите в другие люди. Другой пророк. Бог говорит, иди. Там Царь стоит возле жертвенников. Проносит жертву. Пойди. Скажи ему, жертвенник, жертвенник. Вот ты будешь разрушенный. Пророк приходит. Вы говорите, пророк. У вас есть служение, пророк. Он произносит слово. Жертвенник, жертвенник. На тебе будут сожжены кости. Возьмите его. Рука раз деревянная. Царь посмотрел, что-то не гнется. Давай, помолись, человек Божий, чтобы рука на место стала. О, хорошо. А что пророку было сказано? Возвращайся. Другим путем. Не останавливайся. Не кушай. А Борис, теперь тут же, как тут? Он знает. Ты устал. Ты прошел туда путь. Ты идешь назад. Ты не ел. Ноги болят. Трудно. Божье задание. Будь честен, потому что это Божье Слово. Будь верен этому Слову. Присел, отдыхай. Приходит другой пророк. Я такой же пророк, как и ты. Написано уже пророк. Я так, Бог мне сказал, чтобы ты зашел в мой дом. Посидел, покушал. Ой, хорошо, как понял. Прямо по душе. Потому что то, что человеческое, оно прилипает к нам. По душе. Кушать, пророчество кушать. Кушать. А Бог не повторяет Слово. Иногда он это делает. Волан подумал, что Бог изменил свое решение. Этот пророк пришел, поел. И через это возжал пророка. Бог сказал ему, за то, что ты не послушал Слово Моих. И вернулся. И ел в этом. Вот лев убьет тебя на дороге. Ой, господин мой. Уже лежит на дороге. Лев. Осел стоит и порок убитый. Вы не думайте, что когда вы получите Слово Бога, вы не будете нести ответственности. Когда Бог понимает человека на уровне, не приближая к себе, он захочет, чтобы ты не нес ответственность. Он захочет, чтобы ты не нес ответственность. И он, ты выключись. Все. Я потерял двух служителей. Хороших служителей. Он не полезет за дни, когда у нас Слово на память говорили. Он Слово на память говорит. Все, он любит. Скажем, как симфония ходячая. Но он умер, как одержимый человек. На моих глазах. Это произошло так быстро. Я просто говорю, Бог, что ты делаешь с нами? Останови нас в нашем безумии. Мы стали настолько религиозны. Мы говорим, верим тебе, верим. А сами как проклятие в жизни. Болячки, проблемы, все, чего только нет в нас. И мы неправильное свидетельство даем миру этому, а тебе самому. Потому что церковь – это тело Христа. Мир, ваш город не увидит другого Христа, как только того, который живет в вас. И что вы ему покажете, такое будет у него мнение. Вот такой Христос. Церковь, которая не левнует до дара, она теряет голос Божий. Она не вводима Духом Святым. Она вводима своими эмоциями, своими правилами, своими порядками. Она вводима. Ну, Библия же говорит, вот, да и мы знаем, что Библия говорит. А где это в твоей жизни? Сколько раз ты исполняешься Духом Святым? Я заканчиваю. Я поднимаю время, вышлю. У вас есть сеть. Господи, помоги. Я верю, что Бог даст нам еще встречи. Я хочу сейчас помолиться. Я, конечно, не говорю вам о исцелении. У Бога есть исцеление для каждого из нас. У Бога есть помознание для нас. Я верю в силу Духа Святого. Единственное, что я хочу, чтобы вы сейчас помолились. Попросите у Господа прощения, где вы оскорбили Духа Святого. Где вы не среагировали на Его видение, откровение. Где пропустили это мимо ушей, потому что головные знания, они забивают все. Вы пропускаете через свои головы. Это так трудно. Это трудно понять, потому что помышления плотские, они не покоряются Богом. Да и не могут. Если вы живете в своей голове, вы не можете покориться Богу. Вы не понимаете Бога. Вы думаете, понимаете? Вы не понимаете. Это вам кажется. Когда Иисус ушел, все очень радо. Говорят, разрушите этот храм. Я в три дня садежду. Что они подумали? Этот храм строился 46 лет. А он говорит, в три дня я его построю. У них совсем другие мысли были. У Иисуса были совсем другие мысли. Он говорил о храме тела своего. А они думали об этом. Им казалось в то время, это правильно? Это правильно? А они. Сегодня многие из вас. Я знаю. Тут все написано. Я знаю. А они не знают. Кто говорит, что он знает, тот ничего еще не знает. Слово Божье, но пророческое слово. Я должен иметь откровение. И если я не ревну, я об этом. О дарах, об откровении, я не знаю ничего. Они пришли к Иисусу. Притащили женщину. Стоят с камнями. Хорошо у них у Москвы достало, чтобы спросить Иисуса. Ты что скажешь, учитель? По закону они правы. Нужно побить камнями. У каждого камня есть. Они думали, сейчас он скажет, побейте, нарушит римский закон. А если скажут, отпустите его, закон мы усеем. Нарушим. Виновные так и так. Они не ожидали, что это Бог. Они не ожидали, что это Бог. А он поднимает в глаза и говорит, кто из вас без греха первый бросил ее камень? Такого ответа они не ожидали. Чуды? Суды, вы понимаете? Уже поняли. Уже поняли. Понимаете? Евреи мудрые были. Не думайте, что они глупые вопросы задавали. Это человеческий ум. Но мы имеем ум. Христов. Это тогда, когда мы прибегаем к Нему. А когда мы думаем, что мы знаем, богатящихся он отпускает не с чем, а алчуся исполняет благ. Отец, мы в Твоем присутствуем. Мы пришли к Тебе, Царю Царей и Господу Господствующего. Без Тебя мы ничего не можем. Господь, мы слышали сегодня Твое обличающее слово. Господь, я знаю, что здесь есть люди, которые однажды слышали Тебя, и потом все ушло. Они не заботились вветь Тебя в разуме. Они не заботились огорчить Тебя. Они не заботились о том, чтобы не обидеть Дух Святой, не оскорбить Его. Они не заботились. Они потеряли это руководство. Но помилуй, Господь, наследие Твое, святых Твоих, я молю Тебя, прости, Господь, кто в незнании, по ошибке огорчил. Господи, я знаю, что Моисей носил на лбу Своем золотую табличку, и это было Господь умилостивление пред Тобой за грехи народа, за ошибки, по незнанию, по неведению. И Ты прощал священников, потому что он был первосвященником. Моисей, но Ты наш сегодня первосвященник. Я молюсь Тебе, прости грехи народа Твоего. Дорогой Господь, мы, приходя через кровь Ансен, стоим пред Тобой. Мы верим, что Ты наш первосвященник Тебе. И Ты входишь во святилище, во святую святых, со Своей укропью, и можешь покрыть нас прямо сейчас. Прости грехи народа Твоего. Прости неразумия наши. Прости, где мы рассуждали Своим плоским лом, надмиваясь и превозносясь над всем тем, что свято, что чисто, что безукоризненно. Прости нас. Господь, я прошу Тебя, обнови совет Твой с нашими сердцами, с этой церковью. Это Твой святильник, сияющий в этом месте. Ты не дал другую дозаврину здесь. Это Твоя церковь. Это Твои люди. Это Твои ученики. Твои священники. Твои цари. Прости, дорогой Господь, приди освящающим огнем Духа Святого. Дух Святой, прости, приди, наполни это место Твоим присутствием. Пусть слава Твоя сойдет сюда. Пусть облако Твое станет здесь. Говори с нами. Господи, Господи, возбудиленность Церкви и жажду по Духу Святому, по излиянию Духа Святого в дарах, чтобы это произошло здесь, по местной церкви, в силе, в могуществе Твоем. И дай рабам Твоим хранить себя неоскверленными. Отец, поведи Церков Твою. Наша молитва к Тебе. Наше прошение к Тебе. Голкирты на бесыли, грубателлайдовес. Тянуки не либо чекала ватура чудеса нас. Эрджунеки не шикала ваннафателллайдовес. Возвести голос свой. Поднимите голос свой к присколу благодати. Мерикамана ватуллайдовес, битуре кемене джонбадамарамателллайдовес. Алларамана джонеке джонбадамателллайдовес. Излей Твоего Духа на жаждущих, на исцовщих, на исцовлённых. Господи, говори сердцам детей Твоих. Да прославится Твое имя. Ты сильный, Ты превоснесённый. Ты царь царей. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Мерикамана. Кишина кемене радетима. Ш ships и кемене майнитхе, поднимите голос свой дух, и Moreover, и в сердцах детей твоих. Зажги этот дух молитвы, Руманы Джонегене, Шелест. Побуди к счастью, побуди к молитве, побуди Господь, желанию Господь исполняться твоим духом. Маны Джонегене, Секлама, Дружи, Зокургумана, Сакирагерта, Настес, Ларджонакене, Шикуладене, Духарегене, Несу, Лафак, Раджикес, Ларджонакене, Шикалама, Факуладене, Духарь, 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 Более имя, мы рабы твои доверяемся тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пастор.